друзья всем спасибо за донаты мне прислали 5 донатов наталья на остальные не подписались поэтому всем спасибо не знаю кого благодарить но мне очень приятно это очень меня мотивирует продолжать делать то что я делаю я сейчас делаю себе маникюр и жду ребенка из садика сегодня она пошла в садик как бы одна я никуда не поехала муж отвозил и забирает вот ну а вечером я пойду на тренировки в целом дела нормально только какой-то прыщ скачал я без косметики блин так так заметен этот прыщ капец все болеют все продолжают болеть мы пока нет но я надеюсь что и нет и не заболеем я очень не надеюсь что я не заболею и тем самым до конца до конца года и тем самым это будет побит мой рекорд один год без болезни такого никогда еще не было моей жизни чтобы я вообще не болела ничем это вообще у меня был какой-то знаете типа начинался как будто насморк какой-то такой как бы как как будто начинался вот ну и там что-то немножко в горлышке поперчила денек или два что такое непонятное было вот и все в течение года может пару раз ну вообще вот за весь период моей жизни так чтобы год не болеть вообще это первый раз с чем это с я связываю я еще раз напомню с тем что я считаю что все зависит от сна я очень много сплю сегодня я спала часов 12 но я просыпалась конечно мы-то ребенка в сад собирала там еще что-то но в целом наверно часов 12 спала вот и я думаю что все связано именно вот с этим с тем что надо много спать особенно зимой потому что зимой температура ниже телу нужна энергия чтобы подстраиваться под изменение температуры и поэтому надо спать почему даже вот на руси то как было что все эти работы до люди работали с весны по осень а зимой чего не сидели на печи лежали дальну или там что-то такое уже не так активно да все это было вот в этом что то есть нужно тепло одеваться обматывать всего себя вот тут шейку ушки чтоб никуда не задевала к черту мода эти куртёхи эти шап шапульки ваши платки теплые платки пуховые конечно желательно я все мечтаю о пуховом платки хотя бы и китайском вот в целом люди стали болеть чаще я даже вчера ночью так вспоминала прикидывала что вот что это зима очень много болеют ну я как бы смотрю по посещаемости до в группах что это зиму много болеют что прошлую зиму много болели по как бы два года назад это как раз таки была первая зима зима вот сначала коронавируса да не так болели вообще почти не болели тогда помните как-то сняли вот эти все ограничения июль-август люди поперлись на всякие занятия и и зимой так не болели а вот через год когда всех начали тыркать прививками когда стресс начался с этими qr кодами люди начали болеть очень сильно игры в прошлом году это декабрь это был вообще пипец столько болело людей ну просто жесть такого в прошлые года сколько я да вот уже наблюдают ну не было не было еще конечно что хочется сказать я думаю что еще связано много с питанием почему потому что это же как бы кризис все равно до такой мировой пошел производители стали экономить на производстве продуктов чтобы эти продукты могли покупаться вот и наверное это еще связано с эти болезни все с питанием людей вот но я вам еще раз говорю такого не было раньше чтоб люди так болели это настолько у людей стало слабое здоровье да потому что мне не надо рассказывать сказки про летающие вокруг шарики с шипами шарики шипами как будто у вас летают только зимой да господи они летают круглый год и когда тепло наоборот должно быть больше шансов с чем-то заболеть понимаете да а поболеет почему только когда холодно почему потому что холодно потому что люди мало спят тратят свою энергию впустую не хватает этой энергии на обогрев тела и мутко сдаёт вот вот моя теория никому не навязываю не говорю что это истина наоборот заявляю спокойно что это моя фантазия моя фантазия которой я живу вот кстати муку еще очень сажает вот это вот мода на быстроту жизни мода на успешность на постоянное пребывание в движении это тоже очень сильно сказывается на здоровье берите пример с народов внутрь как и египте там люди живут медленно размеренно никуда не торопятся живут-то долго несмотря что медицина у них не такая хорошая как у нас ну как бы у нас она не особо то хорошие да если сравнивать но с более такими в этом плане продвинутыми места странами но все равно там живут люди дольше они никуда не спешат а у нас сейчас вот этот вот мода на успех на потребляться то что тебе постоянно что-то надо она она эта мода они снижают иммунитет я так считаю не вы прикиньте тут зашла короче позавчера посмотреть цены на отель на розенштейн в которой я собираюсь ехать с ребенком перед новым годом вот неделю назад нет пять дней назад я бронировала и перебронировала 3000 рублей это было уже больше недель назад сейчас опять цена повысилась 6000 рублей прикиньте у них цена спрыгает но это видимо связано с спросом со спросом дака то есть как видимо перекры прекращают люди бронировать цена падает потом опять начинают бронировать цена вскакивает понимаете то есть ценник постоянно меняется но мне конечно очень повезло то что я увидела что цена изменилась да у меня было за 4 600 забронировано оплачено я увидела что цена поменялась стала 3000 я быстренько быстренько все это проделала мне деньги вернулись примерно дней через пять или шесть деньги вернулись у меня кстати очень трескаются руки но не трескаться а прямо не сухие все постоянно приходится их смазывать вот тут около ногтей кожа очень грубо она узнать ее только так удалишь размягчишь она опять вот сзади нарастает грубе от около пальцев мне так не нравится вообще тут началось с зимой прям пальцы все такие красные распухшие некрасивая с перебирала вещи свои и нашла у себя такую футболку она мне маленькая уже хотя футболка хорошая в твою покупала давным-давно лет наверное 7 назад надо линдии и отдать она и увидела хотела этого микки мауса пусть спит в ней хотя как в ночнушке а еще вот такую кофту нашла я ее как-то покупал для танцев танцевал они вот нами тоже маленькая рукава короткие я решила что сделать я решила сделать тоже линди куртку и мы уже даже померями надо рукава укоротить вот эти завязочки перешить так вот покороче сделать рукава и летом эту куртку она легкая можно использовать вот мы ездим на самокатах часто да она не продувается потому что как какая тоненькая клеёночка если вот так вот холодно ездишь на самокате да там к вечеру стало летом прохладно раз ее одел с капюшончиком ушки закрылись и все вот она линди как раз таки хорошо подходит кармашки здесь есть вот надо укоротить рукаву так на 10 сантиметров и будет классно такой вариант сумку бросить куда-нибудь положить она наша легкая легкая сижу отдыхаю думаю может магазин сходить за мандаринками или купить еще хурмы несколько штучек что я прибавила весе если потолстела как-то мне кажется где-то на пол килограмма должна килограмм запаслась жирком зиме значит друзья мои я сегодня заблокировала еще одного человека но я не понимаю чего в голове у людей вот сказал уже что буду блокировать нет изощряются в комментариях своих меня характеризуют обзывают там капец там вообще такие вещи человек по написал и прямо зачем зачем давайте будем вместе личностно расти я стараюсь свои вот эти вот злые порывы сдерживать я стараюсь я признаю в каких местах я была неправа где я был злилась где я кого-то критиковала я все это прорабатывал на вы чего вы то чё продолжаете это вот высирание в комментариях вы не лучше меня если вы пишете такие гадости мы вообще не лучше меня ни на сколько давайте вместе будем учиться наплевательски относиться к другим людям а именно слушать чужую позицию высказывать свою точку зрения конструктивно они вот с оскорблениями с критиками желанием задеть за живое с желанием обосрать вы понимаете что это у вас уже проблемы это не у меня проблемы то что вы там пишете эти вещи там чем я закончу я сопьюсь да не сопьюсь вы не переживайте я не пью алкоголь кстати я хочу вам сказать что вот сейчас я вот два дня ну поплакала в этом выразила вот эти все что меня на душе было месяц такое стене очищенная одновременно состояние слабости причем даже мышечные блин я даже танцевать не могу и одновременно состояние опустошения я думаю что люди которые пьют ну выпиваю да они по утрам тоже самое чувствуют такое облегчение слабость мышцы да это не можешь встать не может ничего делать такое облегчение да это будто все говно из-за головы она вышла с этим алкоголем да а я могу так делать без алкоголя я могу себя сама очищать свою психику и я вам скажу что психика это как желудок вот если ты худенький до здоровый ты ешь мало тебе просто в желудок не даст есть много также с психикой психика и вот если она в нормальном состоянии она тоже как будто вот как маленькая да в нее попадают какие-то негативные эмоции они не могут накапливаться там годами она очищается очень быстро люди у которых все обиды вся злость чувство вины утрамбовывается годами потом они уже очиститься не смогут их организм будет чиститься по-другому с помощью рака с помощью еще каких болезней может быть просто инсульт тряханет и все и жить закончится поэтому я вам советую не писать мне гадости когда вы смотрите видео в которых я плачу в которых я вот эти все свои чувства выражаю да не писать мне гадостью что этом сумасшедшая что я закончу свою жизнь психушки или сопьюсь и еще в таких сочетаниях как твой отец мать мою припих припахали мою мать вообще никто не толком не знает вообще спросу мать ничего не рассказывать вот вместо этого было лучше бы посмотрели бы и взяли пример с меня как нужно сама очищать свою психику то психика не резиновая если вы ее чистить не будете не будете проживать эти эмоции учиться их выражать вам будет очень плохо уже этот факт того что я не болею год я вот так подумала может это еще связано с тем что я этот год прожила очень осознанно что это значит осознанно я чувствовала и ощущала все свои эмоции я злилась когда мне хотела плакала когда я хотел я понимала что я чувствую что-то произошло кто-то что-то сказал моя реакция я все это проживал я все это ощущала и отдавала себе отчет вот здесь я злюсь здесь я завидую здесь я себя виню все такие эмоции которые могут давать какие-то последствия все их переживала и осознавала возможно поэтому год я уже не болею вышла в магазин купить мандарин я взяла чисто на пробу потому что там два вида мандарин одни морокко а 100 а вторые какие-то по 8 с чем-то не понять какой страны я взяла по две штуки попробовать что это за мандарины какие вкуснее непонятно какие лучше которые дороже или дешевле купить но еще три формы маленьких холодно в этой куртке вообще холодно в моем леопардовом пальто так тепло ходить надо его носить в куртке очень холодно ну как бы сказать не холодно но я чувствую что где-то поддувает как будто бы вот друзья мои еще один момент у меня на самом деле все хорошо то что я иногда плачу я просто таким образом спускаю напряжение вот чего вам тоже советую периодически надо свою психику как сказать подчищать спускать вот это вот накал страстей да и сможем у меня все нормально мать вот и муж на видео смотрят и он себе тоже все мотает на уши что я говорю и я как бы все понимаю а вот вы там уж так сильно обо мне распереживались вы же тоже такие же не и конечно понимаю что может быть вы себе не признаетесь в этом и скорее всего вы никогда не плачете не грустите но если это так значит вы обманщики лицемеры вот и суждено вам от рака сдохнуть потому что люди которые все держат себе они как раз таки и кончат плохо вот себе надо давать так сказать выпускать свои эмоции выражать свои эмоции я это делаю на своем канале мне канал для этого показываю как я справляюсь со своими эмоциями потому что периодически так или иначе подходит все это жизнь наша циклично также как у нас у женщин месячные да вот про проходит каждый месяц мы определены цикла то есть также нашей психика то у нее подъем то у нее спад то у нее уже расслабон и все хорошо то грустно одиноко тосклю вот это все надо проживать проживать чтобы ничего не давала последствия негативных для здоровья поэтому не переживайте мне все нормально как у всех есть определенная драма но это не смертельно жить будем всем привет хочу вам показать сегодня два упражнения на развитие подвижности плечевого сустава два упражнения которые имеют как бы сказать две ступени два шага их выполнения первый шаг это напряжение 68 секунду я вам советую начать минимально 6 секунд и второй шаг в одном и том же упражнении это шаг молчаливого молчащего расслабления первое упражнение встаньте к стене расположите руку выворот на ладони наружу вот так вытяните руку да по возможности высоту регулируйте сами грудная клетка раскроется плечо тоже до развернется создавайте напряжение напряжение чуть-чуть подавая туловище к стене и упираясь рукой об стену 68 секунд напрягайтесь 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 дальше идет фаза расслабления когда напряжение спадают вы подаете туловище еще ближе к стене на расслабление делаем другой ручкой ладони наружу и опять напрягаюсь давлю рукой в стену разворачиваю плечо разворачиваю а дальше расслабляюсь подаю туловище ближе к стене и растягиваю плечико сделали далее руку располагаю теперь наоборот ладонью к стене ладонью вот так вот параллельно предплечье и все точно так же упираясь в стену создаем напряжение как бы давлю рукой в стену 68 секунд а далее расслабление подаю туловище ближе к стене и тяну локоть вверх другая рука ладонью к стене создаю напряжение поднимаю плечо выше создаю напряжение стену а далее расслабляюсь подаю туловище ближе к стене уже без какого-либо напряжения замечательно друзья мои плечики стряхнули расслабились замечательное упражнение советую всем использовать в ваших занятиях спасибо за внимание и